Доброго времени суток, друзья, и приветствую вас на канале Mobile Gameplay. Сегодня разработчики провели очередной комбат-каст по грядущему обновлению в Mortal Kombat Mobile. И комбат-каст выдался, на удивление, очень интересным, необычным и неожиданным в некоторых моментах. Но давайте же обо всем по порядку. Во-первых, нам представили двух персонажей, один из которых, вообще как бы никто не ожидал, это Терминатор и его вариация Темные Судьбы. Значит, Терминатор будет уметь возрождаться и уклоняться, внимание, друзья, от всех крашенгов, фэталов и икс-реев. Более того, когда его убьют, он возродится в своем эндоскелете, у него полностью отключатся спецприемы, но зато полоса полностью восстановлена, а также у нас будет иммунитет ко всяким отравлениям, ядам, кровотечениям и так далее. Звучит достаточно импово. Более того, это очень круто реализовано визуально, и в какой-то момент себя ловишь, что действительно практически полноценная копия консольного персонажа с такими же яркими, сочными анимациями. Более того, фэталблоу, удар Терминатора выглядит абсолютно идентично консольной версии, и разработчики заморочились и наконец-то добавили полноценную лицевую анимацию для Терминатора в мобильной версии. И у нас есть момент там, где он улыбается. Это для мобильной версии в плане лицевой анимации действительно тоже дорогого стоит, поверьте мне. Ну что, идем дальше. Режим Башня Ужаса канул в небытие, и разработчики поблагодарили всех, кто принимал участие в этом режиме. Режим был необычайно активен и востребован среди пользователей Mortal Kombat Mobile, поэтому разработчики решили на этом не останавливаться. И в обновлении 2.4 нам будет представлена новая тематическая башня, которая будет называться Лень Куэй. Для этой башни будет тоже свой новый абсолютно сет экипировки, и вот тут есть очень интересный момент. Ну, во-первых, за прохождение этой башни нам дадут определенного рода экипировку, плюс будет выпадать алмазный Саб-Зиро абсолютно бесплатно. Более того, тематическое новое снаряжение для Саб-Зиро, внимание, друзья мои, впервые в Mortal Kombat Mobile, будет открывать возможность проведения бруталити. Пока что только для Саб-Зиро, но это уже о многом говорит. Скорее всего, в будущем бруталочки появятся и у других персонажей, а пока мы порадуемся хотя бы этому. Поэтому это действительно круто, это действительно мощно, и я надеюсь, эта фича получит глубокое и большое развитие в будущем. Я как-то не могу подобрать нормальные слова, потому что я действительно рад, что в мобильной версии наконец-то хоть какой-то вид добивания появится. Сейчас вы на своих экранах видите полный сет экипировки для башни Лень Куэй. Надеюсь, что в башне Лень Куэй мне повезет больше, чем в башне ужаса, и весь сет этой экипировки останется у меня в коллекции. Надеюсь на это. Думаете, на этом все? Нет, не все. Разработчики подзаморочились и изменили полностью, абсолютно с нуля практически переписали экран просмотра персонажа. На мой взгляд, он стал более приглядным, более что ли эстетическим и более понятным. Все вообще как по полочкам разложено, и я считаю, что это однозначно правильное решение, и как-то это по-новому и свежо выглядит. Да и че уж греха таить, интересно это все выглядит, такое ощущение, что вообще новая игра у нас. В общем, вот так он теперь будет выглядеть, вы видите его сейчас на своих экранах. Но и на этом разработчики не остановились. Как вы помните, по-моему, в начале ролика я сказал, что нам презентовали целых двух персонажей, и второй персонаж будет доступен, внимание, только в январе месяце, когда конкретно об этом нам не сказали. Но это будет третий представитель для команды Ассасинов, и да, как многие предполагали, это будет Скарлетт. Новый скин для Скарлетт, и последний третий слот команды Ассасинов наконец-то будет заполнен. Кто-то этого очень давно ждал, мне в принципе без разницы, был заполнен этот слот или нет. Я в принципе рад, что будет еще один новый персонаж, тем более, что персонаж выглядит тоже мега достойно. Насколько я понял, ее пассивная способность будет заключаться в том, что когда на противнике будет наложено кровотечение, то Скарлетт продолжит атаковать противника своими комбо-сериями. Но, возможно, я как-то не так понял фишку с пассивной способностью Скарлетт. В общем, когда увидим этого персонажа, изучим ее в полной мере как водится. Откуда конкретно мы будем ее доставать, пока что непонятно, но нам надо как минимум дожить до января, чтобы вообще в принципе познакомиться с этим персонажем в мобильной версии. Среди всего прочего, также можно услышать эти постоянные и вечные разговоры о том, что был исправлен ряд багов, в том числе, наконец-то будет исправлен и уже исправлен по фиксели второй спецприем Токеды, и теперь он будет работать так, как и раньше, все с ним будет наконец-то хорошо. Также говорили о каком-то балансе опять для новичков, как-то будет им проще играть, в общем, как это будет проявляться, тоже не совсем я понял. Может быть, тут, конечно, есть недостаток того, что я не идеально знаю английский язык, но что-то там говорили про новичков. Опять же, когда станет доступно обновление, посмотрим, увидим, я обязательно об этом расскажу в следующих роликах. Ну и, естественно, всех нас волнует вопрос, когда же это произойдет. На самом деле, разработчики ищут те интриганы, и они нам не заявили об официальной дате обновления, и единственное, что они сказали, very, very soon, что означает очень-очень скоро. Надеемся, что это очень скоро будет в следующий вторник, потому что, как правило, между обновлениями в Injustice 2 Mobile и Mortal Kombat Mobile проходит всего лишь неделя. А так как обновление в Mortal Kombat Mobile было сегодня, то есть в день комбат-каста по Mortal Kombat Mobile, можно предположить, что обновление по Mortal Kombat Mobile будет доступно на следующей неделе, со вторника на среду, как на самом деле будет, я не знаю, официальной информации нет. В общем, это все-таки самые жирные и интересные моменты с прошедшего комбат-каста. Я, возможно, что-то упустил, но ролик я записываю посреди ночи, вы должны сделать на это скидку. Обновление действительно сочное, интересное, и я уже с огромнейшим нетерпением жду, чтобы оно посетило наше устройство, потому что, ну, уже хочется поиграть, уже хочется посмотреть, хочется потрогать, пощупать и так далее, поисследовать. Как вам все нововведения в Mortal Kombat Mobile в грядущем обновлении? Обязательно пишите в комментариях, разочарованы ли вы, или вам понравились все эти новшества, ждете ли вы обновлений, играете ли вы, в принципе, в Mortal Kombat Mobile. Но мне кажется, что за множество предыдущих обновлений, начиная с версии 2.0, это одно из самых крупных, жирных и интересных обновлений. Ждем его с нетерпением. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. До свидания, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и активно комментируйте это видео. Пока!